Друзья, всем привет! Когда-нибудь это должно было случиться. Нас задержали рейс по очень странной для нас причине. Это забастовка пилотов авиакомпании SAS. SAS это крупнейший скандинавский оператор, который совершает многочисленные рейсы во все страны мира. И почему-то именно в наш день, в день вылета на Фореры, пилоты решили бастовать. Поэтому мы сейчас будем проходить очень длинную процедуру по возмещению, потому что мы не знаем, когда будет следующий рейс. Авиакомпания должна нам все предоставить. В общем, буду держать вас в курсе и все вам расскажу. Когда у вас отменили рейс, вы должны подойти к табло и обязательно сверить информацию. Вот я вам покажу на примере нашего рейса. 11.00 Фореры-Канцелет. Сейчас будем выяснять, что нам делать дальше. Итак, первое, что нужно сделать после отмены вашего рейса, это в аэропорту найти стойку офиса вашей авиакомпании. Если ее нет, вы должны позвонить по горячей линии и спросить, куда вам нужно идти. Вот наша очередь. Мы ждем компенсацию. Выдали нам водичку. Ну, конечно же, это не вся компенсация, на которую мы рассчитываем. Первым делом мы хотим получить жилье, потому что нам только что сказали здесь в офисе, что наш следующий рейс, на который нас реально посадить, на Фореры будет только через три дня. Поэтому целых три дня мы будем находиться в Копенгагене. Авиакомпания SAS оплачивает нам полностью жилье и оплачивает нам питание. Кроме этого, мы еще намерены получить возмещение. Это совсем другая сумма. За это возмещение еще придется, скажем так, побороться. Просто так деньги никто не отдаст. Поэтому будьте настойчивыми, будьте требовательными. Это долго и это нудно. И в такую ситуацию, конечно же, лучше не попадать. Но если вы уже попали, то ничего страшного. Все, что не делается, то к лучшему. Целых три дня у нас есть в Дании. Мы планируем взять в аренду машину, посмотреть, поездить. Ну и, конечно же, я все покажу вам. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну и беру вас с собой в одну из самых дорогих стран в мире. Поехали! Авиакомпания оплачивает полностью такси. В качестве компенсации и ожиданий нашего рейса нас поселили в отеле Скандик. Скажем так, простой базовый двухместный номер. В этот раз в качестве арендованной машины в Копенгагене мы взяли Ниссан Кашкай. Новенький. 7000 машина всего лишь пробежала. Стоимость такой машины составила 65 долларов в сутки. Брали у компании Ави. Очень комфортная машинка, большая. Это бензин на механике. Нам повезло. Мы приехали в парк Копенгагена, попали на фестиваль уличной еды. Постараюсь передать вам атмосферу. Ого, здесь просто настоящий движняк. Значит, решили мы найти классный парк в Копенгагене, погулять. Нашли. Каково же было наше удивление, что это оказался не парк, а кладбище. Но что самое интересное, я первый раз такое вижу, что на кладбище, где похоронены люди, другие живые люди просто сидят возле могилок и проводят время, как будто это парк. Для меня это шок. Я вам сейчас покажу. Вокруг везде захоронение. И обратите внимание, люди сидят, как будто бы пикник у всех здесь. Нигде вообще не было сказано, что это кладбище. Просто написали классный парк. Но по факту, смотрите, захоронение, кстати, очень древнее, 1800 какого-то года. Но мы тоже решили не отставать и посидеть на кладбище. Чего уж там. Чувствуем себя датчанами, настоящими копенгагцами. Отдыхаем на кладбище. На самом деле прикольно, потому что, как мне кажется, здесь люди избавлены от каких-то предрассудков, что на кладбище можно только страдать, плакать или вспоминать про умерших. Здесь просто можно отдохнуть. Почему нет? Почти ничем не отличается от парка. Мне нравится. К сожалению, в наших странах это вообще неприемлемо такое. Потому что очень большая разница менталитетов. Ой, тут просто идешь и аккуратно надо смотреть под ноги, чтобы не наступить на могилу. Вообще, конечно, формат кладбища совсем не такой, как мы привыкли. Мы приехали в замок Фредериксборг. Вот он за мной. Один из самых красивых замков в Дании. Это резиденция датских королей. И я думаю, здесь будет очень красиво. Поэтому идемте, 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 идемте со мной. Вокруг замка великолепная природа. Конечно же, дождик немножко это портит. Но все равно здесь очень и очень красиво. Ценральная площадь этого комплекса с красивым фонтаном. Сам замок был основан в 1620 году. Много исторических событий он пережил. Замок находится прямо на островке, а вокруг него ров. И прямо перед замком находятся красивые сады, в которые мы сейчас и идем. Вход в замок составляет 76 крон со взрослого человека. А в сады вы можете попасть бесплатно. В игол королевских собак прямо на территории парка. Именно так с высоты выглядит парк. Как вы видите, здесь есть красивые сады, есть два озера, много скульптур, много дорожек выложенных. Красиво очень в виде лабиринта. Но сейчас, к сожалению, нету солнышка, поэтому выглядит оно немножко мрачно. Но все равно можно понять, что это очень красивое место. Очень много труда вкладывается в поддержание этого самого парка. Вот, например, как можно выстричь такой пирамидкой красивой ровненько дерево. Так, а здесь еще только готовятся к посадке растений. Фонтаны. И возле фонтана стоят статуи античных богов. Ну, что я могу сказать? Неплохо, неплохо живут датские монархи вот в этом уникальном дворце. Дворец находится в 40 километрах от Копенгагена. Поэтому будете в наших краях, обязательно заходите. Ну, а мы движемся дальше для того, чтобы успеть увидеть по максимуму. Едем! Погода в Дании меняется очень быстро. С утра шел дождь, зато сейчас светит яркое солнце. Мы приехали в город Роскильде, где находится музей кораблей викингов. Прямо за мной уже стоит одна красивая лодочка. Так, ну, вот мы видим мастерские. Как будто бы мы попали во времена викингов. Так выглядит руль, который устанавливается на дракарах. Печка. И здесь стоит такой очень приятный аромат смолы. Это копия мастерской 13 века. Здесь показана пошаговая инструкция, как сделать корабль викингов. Так что ставьте на паузу, запоминайте. И можете дома повторить. Ничего сложного. Ну, а это экспериментальный археологический проект. Это реконструкция одного из самых хорошо сохранившихся кораблей. Скудалев. Который с 14 метров в длину использовался для перевозки грузов. Здесь также проходит фестиваль кораблей викингов. И эти все лодки спускают на воду и устраивают соревнования. Жаль, конечно, что этот фестиваль не проходит в наше пребывание здесь. Друзья, мы находимся в одной из самых красивых достопримечательностей Дании. На маленьком острове Мюнд находятся скалы, которые называются Мюнд-Линд. Это белая известняковая порода, которая сформировалась 75 миллионов лет назад. И сейчас я вам покажу, что это за красота. Мы спустимся вниз. Внизу нас ждет голубое лазурное Балтийское море. Вот одна из скал. К самим белым скалам вниз ведет очень крутая лестница на много ступенек. Поэтому людям, у которых есть проблемы с сердцем, лучше сюда не ходить. Так, ну что, мы спустились в самый низ. И смотрите, эти скалы действительно белые. Белые скалы, которые простираются на 6 километров по побережью. Самая высокая точка этих скал это 128 метров. Сюда очень часто приходят датские семьи в поисках ракушек и других обитателей морей, которых выкинуло на берег после шторма. Смотрите, люди ищут драгоценные дары моря. Нам тоже хотелось бы что-то найти, но, судя по всему, здесь таких уже очень много прошло. Мы находимся перед входом в замок Кронберг. И сверху смотрим на то, как выглядит он. Этот замок находится на отдельном острове, окружённом рвом. И за ним вот реальный замок, реальные масштабы. Срочно нужна помощь человеку. Человек за бортом. Кто-нибудь спасите вступающего. Мало желающих вокруг спасать. Такая у него судьба. Очень интересная инсталляция. Рыба выполнена из пластикового мусора, который выловили в море. Игрушки детские, пластиковая посуда, мебель. Друзья, мы сейчас находимся в городе Эльсинборг. И, конечно же, мы не могли пропустить своим вниманием фестиваль уличной еды. Сейчас покажу. Какая красота. Как вам? Скушали бы? Смотрите, какой антураж. Мы находимся как будто бы в верфи. Класс. Очень прикольная атмосфера. Здесь продают бургеры. Кукурузка. Ух ты! Мексиканская кукуруза стоит 40 крон. Вафельки сладенькие. Fish and chips. Традиционная британская еда. Ух ты! Есть даже с лобстером. Курица и креветками в кляре. Кольца кальмаров. Цены такие почти френдли. Арабская еда. Итальянская кухня. Пиццу в печи готовят. Это какая-то греческая еда. Только что-то я в Греции не видела такой еды. Индийская кухня. Это бар. Мы заказали салат и бутерброд. Нам выдали номерочек. Как только приготовят блюдо, его назовут. И мы должны будем забрать. За один салат с лососем, за один салат с тунцом и за один бутерброд с лососем мы заплатили 188 крон. Сейчас покажу, как это выглядит. Итак, наш обед. Салат с лососем и кашей кино. Традиционный френч фрай. Салат с тунечиком. И бутерброд с лососем. И салат с курицей. Друзья, ну что, мы наконец-то вылетаем на Фареры. Закончилось наше трехдневное вынужденное пребывание в Копенгагене. Но мы ни о чем не жалеем. Как я вам много раз говорила, в путешествиях надо быть готовым ко всему. Как обычно, не забывайте подписываться на мой канал. Потому что для вас всегда самая свежая и актуальная информация. Ну, а мы вылетаем. Беру вас с собой. Встретимся уже на Фарерах. Исторический момент. Мы вылетаем на Фареры. Мы вылетаем на Фареры. 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 Фареры.